Время два, а значит пора выпускать новый ролик. Аня, блин, их не было несколько месяцев. За моей спиной будет идти слайд-шоу с фотографией, которую я делала на соревнованиях еще летом. Сейчас за окном зима, а я хочу поговорить на серьезную тему, с которой сейчас я столкнулась максимально конкретно. Если большинство из вас не знает, но я стала одним из... по своей воле стала куратором двух щеночков, которые живут вот за дворцом спорта, так как взять их с собой домой я не могу. Я расскажу практически все, что знаю о собаках на улице или бездомных собачках. Бездомных собачках, в принципе. Я начну с первого пункта. Откуда же появились собаки на улицах? Собаки на улицах это распространенное явление в любой стране. Например, если я найду кадры, я сюда вставлю... Например, в моей поездке в Стамбул я уделяла большое количество времени бездомным животным. И, например, там, как будет видно на видеокадрах, очень видно, что у собак чип на ушах. Собаки, в принципе, не боятся людей в любом районе, в какой вы не приезжаете в Стамбуле. Собаки чипированы, и собаки сами по себе очень развиты. Во-вторых, эти собаки появляются на улицах после того, как их выкинули на улицу людям, и они расплодились, и их появилось такое большое количество. Либо они просто родились на улице, такое тоже бывает, это не редкость. Либо их выкинули, например, если не продали на каком-нибудь птичьем рынке. Вот, в основном, вот эти три пункта. В основном, все собаки, которых выкинули на улицу, они... В основном, но не все, они либо попадали в приют, либо оставались на улице. Большая часть собак сейчас броют на улице. И плодятся, и этого никто не контролирует у нас в стране. Большое количество собак на улицах, это не только... Это очень большие затраты нужны на то, чтобы это теперь все исправить. И наши государства этим не занимаются, поэтому чаще всего этим занимаются волонтеры приютов и волонтеры различных других организаций. Как можно помочь бездомным собачкам и кошечкам в основном? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, как это реализовано в других странах, знаю, как это реализовано у меня в стране, то есть в России. Первое, что можно сделать, это приехать в приют и свои деньги или корм, который вы выиграли на соревнованиях, или корм, который вам подарили, или вы всем классом, например, собрались отдать в приют. Приютам нужны не только корма для кошек и собак. Каши, тряпки, игрушки, поводки, ошейники, все, что можно, это все нужно покупать. Я сама не один раз была в приютах. В основном я езжу в наш сом... Как я испугалась. Итак, как же можно помочь? Я уже повторялась. Вот, вы можете помочь приютам различными способами, самим приездом. Также, вы можете взять себе на кураторскую собаку из приюта и довести ее до того, чтобы вы ее забрали домой или ее забрали домой какие-либо другие люди. Также... Также вы можете стать куратором, как я уже говорила. Также вы можете стать куратором уличной собаки и довести ее до того, чтобы ее хотя бы взяли в приют. Как отдать куда-либо в приют, например, собаку? Если вы отдаете свою собаку, которая жила у вас дома, я без всяких угрызений совести, в основном это делают отморозки и дебилы, которые не могут понять, что собака это живое существо. Как минимум, хотя бы вы стараетесь найти для собаки дом. Желательно, там, у родственников или где-то в другом месте. Любое кураторство это максимально серьезная ответственность, потому что чаще всего щенки появляются в нескольких экземплярах у вас, как у куратора. У меня, например, два щенка. Это девочка и мальчик. И они живут на улице на одной из типа полузаброшенных баз. Я туда хожу каждый день, я кормлю, я пою. При этом я знаю, что их там кормят, но непонятно чем. Я кормлю, я пою, я глистогоню, что самое важное. Глистогонить можно как с пензией, так и таблетками. Глистогонить важно, в первую очередь, зимой. И зимой также важно, чтобы щенки, которые родились зимой, были с теплым покровом, с теплой какой-то тряпочкой и были в укрытии приблизительном. Хотя бы из фанеры сделайте что-нибудь, чтобы было чуть удобнее. Также, кроме всего вышеперечисленного, вам было бы неплохо еще обзавестить каким-либо инстаграмом или местом для пристройства собачки, потому что самый лучший вариант, это когда собака остается у нас в России или уезжает за границу. Такие люди есть, которые помогают, находят на улице, выхаживают, и у них это все получается. Важно, чтобы вы понимали всю ответственность, ходили каждый день за частые места, где вы нашли собаку, это очень далеко. И туда реально нужно приходить, особенно если это щенок. Или щенки. Имена я еще своим щенкам не отдала, и не думаю, что буду давать, так как боюсь к ним сильно провязаться. Я очень рада, что вы посмотрели этот видос. Видос, я подозреваю, что очень короткий, минуты на четыре. Ну вот, у меня такое подозрение. Если я что-то еще вспомню, я добавлю. Сейчас я буду перекидывать этот материал. Ииии... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok